Добрый день, дорогие друзья! Я нахожусь на улице Дерибасовской. В Одессе уже похолодало и сегодня ночью у нас было минус два. Прямо за мной виден шпиль бывшего объединения Антарктика. Это здание очень долго принадлежало китобойной флотилии. Там находилось управление объединением Антарктика и на этом здании находится огромнейший шпиль, который виден отсюда. Это бетонное изделие и это якобы, как говорят наши историки, сталинский ампир. Но сегодня я хочу вам рассказать о принтах на сталинских зданиях и переходим к следующему объекту. Это здание, которое когда-то принадлежало канатному заводу. Сейчас видно, здесь будет надпись «Канатный завод, 1953 год». Ну и эта геополимерная штукатурка, не поворачивается язык сказать это слово, нанесена, конечно, машиной. Потому что вручную нельзя нанести и уложить на эту поверхность полукруглую раствор, которым сейчас пользуются штукатуры. Тем более, что если вы присмотритесь, он очень крупной фракции. А вот следующая конструкция, друзья, которая стоит на улице Дерибасовской, на крыше здания, принадлежавшего когда-то китобойному объединению Антарктика. Посмотрите внимательно, какое назначение может выполнять такая башня на крыше строго лаконичного сталинского строения. Какой культ может выражать эта башня. И на ней совершенно нет абсолютно никаких советских символов. Думайтесь в это. На сталинском строении абсолютно языческая конструкция. Давайте внимательно посмотрим на Геральдику, находящуюся на фасаде этого якобы сталинского здания, на излишество в его архитектурном украшении, на этот карниз с кронштейнами, на декор, который находится на всем этом здании. Но самый главный факт, который говорит о том, что это здание античное, это техэтаж, который мы видим под крышей этого здания. Посмотрите внимательно, окна до сих пор застеклены, но, как мы знаем, в нынешние времена он необитаем и обычно не используется. Для чего он был предназначен, я уже говорил. Там стояли машины кондиционирования и энергетического обслуживания этого здания. То есть тогда широко применялось атмосферное электричество и природное кондиционирование, которое основано на действии тепловых насосов, то есть полости под зданием. В них находятся трубы теплообменника и этот теплообмен осуществляется летом, здание охлаждается, зимой нагревается, соответственно, при помощи тех 5-7 градусов, которые нам дарят подземные полости совершенно бесплатно. И этот принцип начал применяться и сейчас, называется он тепловой насос. Так вот, в советские времена эти техэтажи не использовались, соответственно, они не могли быть спроектированы, так как они ни для чего были не нужны. А также хорошо говорит о том, что это здание построено при помощи строительного 3D принтера. Именно эта штукатурка, которую нельзя нанести мастерком, она очень грубой фракции, в ней очень много камня, кварца и гальки, морской гальки. И это говорит о том, что ее нельзя затереть вручную, останутся очень крупные следы от того, если ее наносить обычным нашим ручным инструментом. Сейчас такого инструмента у строителей нет. А тогда такие здания строили свободно. Как мы знаем, в старинские времена, по официальным источникам, таких строительных принтеров тоже не было. Поэтому большой вопрос к историкам, и если вы разбираетесь, конечно, в штукатурном деле, ну, это, в общем, легко увидеть на современных объектах, как наносится штукатурка, как она укладывается, как производится ее окончательная укладка и затирка. И, соответственно, поэтому можно понимать, что такой технологии сейчас нет и в помине. И вот вопрос к сталинскому происхождению этих высокотехнологичных зданий. Ну и самый главный момент, как я считаю, говорящий о том, что это здание античной постройки, позже переделанной для нашего здесь жительства какими-то механизмами, в том числе 3D принтерами, это, конечно, прогулочная зона, которая уже никогда в советские времена не эксплуатировалась. Но вот перила на ней, блясины, бетонное ограждение четко говорит о том, что это не часть крыши, это часть мансардного пространства, это именно прогулочная зона. Что можно сказать по всем этим архитектурным деталям, выполненным, понятно, при помощи распечатки, это работа, конечно, 3D принтера, это невозможно сделать вручную. Что можно сказать по всем этим архитектурным излишествам и по всему этому богатству форм и различных архитектурных стилей. Конечно же, Творец, как мне кажется, проектировал нашу реальность с большим запасом, используя все те, как ему казалось, возможности, которые были у наших предшественников, для того, чтобы мы превзошли их и для нас бы это было делом обычным, а возможно и действительно оказалось бы стариной. Но, видимо, что-то пошло не так, процесс где-то сломался, что-то испортилось в нашей реальности и мы не смогли достичь тех высот, которые изначально были запланированы для нас Творцом. Возможно, Творец отошел от дел, возможно, заболел и умер, возможно, его отстранили, но баг, который допущен был, то есть нам была заложена слишком высокая планка и мы не смогли ее достичь. В истории она была прописана, а физически у нас до сих пор нет ни таких машин, ни таких возможностей, ни средств для воплощения подобных конструкций. Именно поэтому можно судить о том, что наша реальность распечатана, распечатана она не так давно и распечатана она с большим запасом, с большим запасом для нас, с огромным для нас авансом, который мы так и не отработали. В связи, видимо, с тем, что руководство у нас поменялось, пришли к власти алчные и воровитые паразиты, путем, возможно, смещения Творца, возможно, какой-то перестановкой в кланах элит. Ну, в общем, мы видим то, что видим и понимаем, что для нас этот сталинский якобы ампир просто недостижим. И вот, друзья мои, рядом с этим сталинским строением находится особняк постройки 1900-х годов, то есть начало 20-го века. Посмотрите внимательно. Та же технология, та же распечатка 3D принтером из бетона, немного другие архитектурные решения. Очень, я бы сказал, тонкие нюансы отличают эти строения. Немножечко другой декор, но весь геополимер, которым он покрыт, весь бетон, кронштейны, архитектурные принципы абсолютно такие же, как и на якобы сталинском доме, находящемся рядом. И опять же, хочу повториться, сказать, что и на сегодняшний день у нас нет технологии, которые позволяют непосредственно монолитно распечатать вот такие бетонные конструкции. То есть их можно изготовить отдельно, прикрепить, это достаточно хлопотно. Вода будет проникать в швы, отрывать эти конструкции, они будут покрываться трещинами. Монолита добиться очень трудно, строители понимают, о чем я говорю. А здесь это все сделано на таком высочайшем строительном уровне, действительно это все сделано монолитно, будет стоять оно многие века, и вода не проникает в щели, потому что щелей просто нету. Вот это именно и преимущество 3D-печати перед сегментным строительством из каких-то унифицированных блоков. Все равно, как бы вы блок не унифицировали, как бы вы не выполняли гидроизоляцию, вода обязательно найдет щели в компонентах, обязательно проберется тогда, и перепад температур сделает свое дело. Здесь же, как мы видим, все это держится, ну как минимум уже лет 60-70, а то может быть и больше, и никакого вреда вода этим строениям принести не может. Все это потому, что они монолитные. Ну и очень интересная мозаика на этом здании, как вы видите, вот такой нюанс на нем выполнен, просто прекрасно она смотрится, я вам сюда вклею фотографии, для того, чтобы вы смогли рассмотреть поподробнее. Ну, собственно, вот и что хотелось рассказать сегодня мне о распечатке нашего мира, о зданиях от Творца, и о том, что я думаю по этому поводу. Всем огромный привет из Одессы, с вами был Верещагин, он же сталкер Верещагин. Не забывайте ставить нам жирные лайки, подписываться, это возможно со временем монетизирует наш канал, и мы сможем зарабатывать деньги для того, чтобы вы видели наш контент и радовались вместе с нами по знаниям и тому, что вы открываете для себя мир реальный. Реальный.